Здравствуйте, это Голос Америки, и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гарпирович. А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 810-го дня войны. Главные новости понедельника, 13 мая. Украинские военные говорят о сложной ситуации в Харьковской области, где Россия развивает наступление. Владимир Зеленский приедет в Испанию на подписание договора с Мадридом о гарантиях безопасности, сообщает газета «Эль Паис». Виктория Нулан дала интервью изданию «Медуза» в поддержке Украины с Соединенными Штатами. Увольнение Шойгу и назначение Белоусова министром обороны России говорит о желании Путина вести войну долго, считают эксперты. Теперь обо всем по порядку. Российские войска продолжают обстреливать территорию Украины. Они нанесли удар по ферме в Коротиче Харьковского района. Один человек погиб, трое ранены. Еще один гражданский пострадал в результате удара российских войск по деревне Липцы. Глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сказал, что принято решение о принудительной эвакуации детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, из районов, которым угрожает российское вторжение. Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко заявил, что город Волчанск, напомним, что его российские войска недавно атаковали, он на границе России и Украины. Волчанск из-за постоянных обстрелов превращается в Бахмут или Маринку. Там российские войска используют большое количество управляемых авиационных бомб для ударов по городу, соответственно, разрушая жилую застройку. При этом издание Wall Street Journal сообщает, что противовоздушная оборона Украины за последний месяц смогла сбивать лишь 30% ракет, которые запускаются российскими войсками. Это означает, что эффективность украинской ПВО очень серьезно снизилась, в основном из-за нехватки боеприпасов для западных систем ПВО. За последние полгода украинские силы противовоздушной обороны сбивали в среднем 46% ракет, а для предыдущего полугодия показатель эффективности ПВО Украины составлял 73%, пишет Wall Street Journal. И надо сказать, что в случае дронов, которые легко уничтожать, показатель эффективности ПВО изменился незначительно. Он снизился лишь на 1% до примерно 80% всех запускаемых России дронов в целом за последние полгода. Понятно, что обстрелы достаточно серьезными ракетами – это не те дроновые атаки, которые раньше Россия осуществляла с помощью шахедов, а в свою очередь Wall Street Journal отмечает, что российские войска увеличили интенсивность ракетных ударов и ударов беспилотниками ПВО Украине примерно на 45% за полгода. И есть опасения, что это случилось в результате прямых поставок таких вооружений из Северной Кореи и Ирана. На фоне этого, отмечает Wall Street Journal, у ВСУ пока закончились фактически боеприпасы для систем Патриот. Туда должно что-то прийти из некоторых стран Европы. Но пока еще это в пути, а Патриот были лучшими защитами от таких атак. Также продолжаются обстрелы российских приграничных областей со стороны Украины. Надо сказать, что сегодня очередной раз обстреляли Белгородскую область. Про это рассказывал белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Он сказал, что Белгород был обстрелян в понедельник, и было семь пострадавших. Сработала система ПВО. Обычно они используют этот эвфемизм для того, чтобы рассказывать об обстрелах. Ну, а в воскресенье в Белгороде обрушился целый подъезд десятиэтажного дома. Местные власти сразу же обвинили в этом украинский боеприпас, что это был прилет украинской ракеты, и там при этом пострадали и дети. Сейчас известно о 15 погибших. Спасти удалось 17 человек. Но надо сказать, что в версии о украинском ударе по Белгороду сомневаются довольно многие эксперты, потому что, во-первых, некоторые материалы показывают, что вероятный прилет боеприпаса мог быть с северо-востока, где, естественно, нет никаких украинских сил. Но и в интервью канала у журналиста Майкла Наки, сооснователь исследовательской организации Conflict Intelligence Team Руслан Левиев сказал, что его команда проанализировала этот прилет. И с большой вероятностью это была либо зенитная управляемая ракета из российского комплекса ПВО, либо нештатный сход фугасной авиабомбы. Надо сказать, что действительно были сходы так называемых боеприпасов над Белгородской областью, российских. И раньше так, что сбрасывается с счетов то, что этот взрыв мог быть результатом российских действий, никак нельзя. Но украинские военные атакуют военные цели вблизи линии фронта. В частности, был нанесен удар по российскому военной базе ПВО на горе на известной горе Айпетре в Крыму. По информации независимого российского информагентства Астра, удар был нанесен крылатыми ракетами. Предположительно, это Storm Shadow или Scalp. Это одна и та же ракета просто британскому или французской модификации. И удар был нанесен по секретной военной базе ПВО. В результате объекта на территории воинской части получили какие-то повреждения. И погиб командир этой части, а также еще один военнослужащий. Подтверждения этой информации пока нет, хотя крымские паблики пишут о том, что действительно были видны какие-то дымы вблизи горы Айпетре. Ну, а дроны СБУ атаковали нефтебазу «Оскол» «Нефтеснаб» вблизи Старого Оскола в Белгородской области, а также под станцию. Результативность этих атак неизвестна. И опять же, об этом сообщат только украинские СМИ. Продолжаются тяжелые бои на севере Харьковской области. Наступление российских войск, напомню, началось в пятницу. Оно было внезапным. И сначала возникало ощущение, многие эксперты предполагали, что это такая диверсия, которая предназначена для того, чтобы заставить украинские войска перебросить туда резервы и, соответственно, ослабить позиции, ну, например, в районе Часовая Яра. В последующие дни наступление развивалось. Сейчас оно, очевидно, идет по двум направлениям. С одной стороны, это Волчанск, который находится с северо-восточней Харькова. И Лепцы. Это практически сразу к северу от Харькова. И российские войска оккупировали некоторое количество населенных пунктов в так называемой серой приграничной зоне, где, как утверждает украинская сторона, изначально не строились никакие укрепления, потому что они были слишком уязвимы для ударов российской артиллерии и дронов. Сейчас, по данным из самых разных источников, можно сделать вывод, что ведутся тяжелые бои из Лукьянца и Глубокая, а Волчанск, судя по всему, находится либо в полуокружении, либо уже окружен. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье обратился к украинцам. И, как он сказал, что цель российских ударов по Харьковской области состоит в том, чтобы растянуть украинские силы и подорвать моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться. Киев утверждает, что перебрасывает резервы и обороняющиеся части не испытывают проблем со снабжением. Надо сказать, что Генштаб вооруженных сил Украины констатирует, что Россия действует в Харьковской области очень значительными силами, до пяти батальонов, и что Россия не считается с потерями. При этом некоторые военные в Украине не скрывают своего разочарования тем, что со времени внезапного наступления Украины осенью 22-го года в том же районе, то есть в Харьковской области, не были построены серьезные укрепления. Хотя украинское руководство говорит, что нельзя было их строить, потому что они были в зоне прямого попадания для российских сил. Но, тем не менее, есть очень серьезный материал русской службы BBC, фактически с передовой, где один из командиров украинского специального разведывательного подразделения, Денис Ярославский, говорит, что он будет вынужден делать то же самое, что они делали осенью 22-го года, то есть теперь придется отбрасывать российские войска опять с тех территорий, которые тогда были освобождены. Как мы уже говорили, украинские власти заявляют о том, что не строили совсем вблизи границы какие-то оборонительные укрепления, но спецназ Украины, вот в частности этот человек, Денис Ярославский, говорит, что даже минных полей не поставили, и за два года, цитирую, сейчас могли построить там фортификационные сооружения в минус три этажа, а россияне просто зашли пешком. Об этом говорит корреспондент BBC на месте, который как раз провел эту беседу с командиром украинского спецназа. Ну и я напомню, что в наших подкастах мы в начале этого года неоднократно рассказывали о том, что в провоенных Z-телеграм-каналах так называемых очень многие обозреватели говорили о том, что российская армия может развить наступление на Харьков безотносительно к другим участкам фронта. Это все вроде как планировалось в свете выполнения заявлений Владимира Путина о том, что Россия хочет сделать буферную зону в этом районе, чтобы из нее не достреливали до Белгорода и других приграничных российских городов. Ну, в любом случае, для многих это наступление стало неожиданным, хотя представитель Главного управления разведки и Минобороны Украина Андрей Юсов сообщил, что украинское высшее военное руководство знало о планах этого наступления, и он сказал, что враг несет большие потери, и по его словам, напоминаю, это представитель военной разведки Украины Андрей Юсов, на Харьковском управлении воюют военнослужащие из Московского и Ленинградского военных округов, а также появляется сообщение, что там замечен так называемый африканский корпус, ну, прямо как у Роммеля. Это вот бывший Вагнер, который перешел под крышу то ли Министерства обороны, то ли Росгвардии, который набирал наемников для действий в Африке, и вроде бы их перебросили именно к Харькову. Напомню, что у России там действует группировка «Север», которая контролирует очень большую территорию Украины, российской границы, и от нее, ну, во всяком случае, в открытых источниках долгое время никто не ожидал, что она сможет проводить какие-то действительно серьезные активные действия. В то же время Украина сменила командующего группировкой войск, отвечающих за оборону Харькова. Им стал Михаил Дропатой, который до этого занимал должность заместительного начальника генштаба ВСУ, и причем он сохранит эту должность за собой. То есть снят Юрий Галушкин. Можно делать любые выводы из этого. Ну, и как только российские войска входят на украинскую территорию, естественно, местные жители окажутся в оккупации. И вот прокуратура Харьковской области, ссылаясь на рассказы очевидцев, сообщила, что в Волчанской общине российские военные с 11 мая насильно удерживают местных жителей в подвале. Потерпевшие, которые сумели убежать и добраться до украинских позиций, рассказывают, что во время пребывания в подвале они слышали разговоры российских военнослужащих о том, что мирное население надо расстрелять. Также гражданских лиц заставляли оказывать российским военным медицинскую помощь. Надо сказать, что такие же рассказы были из других очень многих мест, которые оккупировали российские военные в Украине. Стоит вспомнить село Ягодное в Херсонской области, о котором недавно рассказывал Владимир Зеленский. При этом президент Украины пытается организовать все большую иностранную помощь, как в текущей ситуации, так и на будущее для Украины. И он в ближайшее время совершит визит в Испанию, во время которого, видимо, будет подписано двустороннее соглашение о безопасности с этим государством. Это сообщило издание El País, самая авторитетная, пожалуй, испанская газета. По данным журналистов El País, визит Зеленского в испанскую столицу ожидается в ближайшие дни, пока еще не назван конкретный день. И во время него Зеленский и Педро Санчес, премьер-министр Испании, подпишут двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Испанией. В общем, в продолжении декларации Большой Семерки Испания туда не входит, но она поддержала это решение. Ну и это будет, в общем, первый двусторонний визит Зеленского в Испанию. До этого он еще в этой стране не был. При этом будет в ближайшее время обсуждаться и двустороннее соглашение по безопасности между ЕС и Украиной в целом. Сейчас идет обсуждение проекта этого соглашения. Оно было подготовлено в апреле и сейчас обсуждается. Предусматривается в нем, и это распространило агентство Reuters, которому удалось ознакомиться с текстом, что в случае будущей агрессии Киев и Брюссель в течение 24 часов проведут консультации и быстро определят дальнейшие шаги в соответствии с обязательствами. Причем какие обязательства пока еще не называются. Там есть 9 форум помощи по безопасности, которые ЕС будет продолжать предоставлять Украине, в том числе поставки оружия, обучение военных и многое другое. Первой сообщила о таком проекте немецкая газета «Вельтамзонтак» и договоренности между ЕС и Украиной, как утверждает это издание, планируют финализировать до конца июня. Ну и опять же, по данным газеты «Эль Паис», Испания готовится передать Украине партию военной помощи, в которую войдут 10 танков «Леопард-2», боеприпасы, пулеметы, бронемашины и так далее и тому подобное. Австралия сообщила о том, что передаст Украине крупную партию переносных зенитно-ракетных комплексов РПС, комплексы шведского производства. Ну и Совет Европейского Союза, сегодня это позитивная новость для Украины, одобрил продление режима льготной торговли с Украиной еще на год. Правда, из-за протестов польских фермеров и всего с этим связанного, там будут какие-то ограничения, которых пока не сообщается. Ну а в свою очередь, Южнокорейское информагентство «Йонхаб» сообщило, что с сентября 2023 года Россия могла получить около 6700 контейнеров со снарядами из Северной Кореи. То есть это речь идет примерно сотнях тысяч или даже миллионов снарядов, в зависимости от их калибра. При этом в Соединенных Штатах тоже не собираются снижать объемы помощи Украине, собираются их только наращивать, несмотря на политические дискуссии в Вашингтоне. Об этом сказала в интервью изданию «Медуза» Виктория Нуланд, известный американский политик, совсем недавний заместитель госсекретаря США, ушедшая в марте 2024 года с этого поста. Сейчас она, скорее всего, вернется на исследовательские должности в Брокингс, где она очень много работала. Но мы помним, что Нуланд очень известна в России. Собственно, после нее там появились всякие мемы, типа «печенек Госдепа» и так далее. Лилия Епарова, корреспондент «Медузы», задавала достаточно острые вопросы Виктории Нуланд. В частности, например, она задавала вопрос и о бюрократической рутине для американских и европейских политиков в войне. И прямой вопрос о том, отходит или не отходит США от своей позиции, что Украина должна восстановить все свои границы на 1991 год. Нуланд как раз на вопрос о границах уклонилась от прямого ответа. Она сказала, что все войны завершаются переговорами. Это дело Украины – решать, какие у нее есть территориальные цели. Однако сейчас Киев недостаточно силен, чтобы начать договариваться. Мы хотим, чтобы Путин убрался с каждого квадратного километра украинской земли. Но пока Украина не стала достаточно сильной, мы не знаем, насколько это возможно. Это был ответ такой очень в сторону Нуланд на прямой вопрос, ушла ли американская стратегия от требования восстановления территориальной целостности Украины. Ну, надо сказать, что уж точно территориальную целостность Украины не собирается как-то восстанавливать Россию. И это в том числе следует из последних кадровых назначений, которые провел Владимир Путин, и которые сейчас утверждает российский парламент. Очень много комментариев по поводу того, что Сергей Шойгу был переведен с должности министра обороны на должность секретаря Совета безопасности России, заместителя Путина по военно-промышленной комиссии. Также много комментариев о том, что бывший вице-премьер Андрей Белоусов стал министром обороны. И, соответственно, очень многие эксперты говорят о том, что для Шойгу это, несмотря на то, что он сохраняется в структуре российской государственной власти на конституционной должности, это явное понижение и опало. А назначение Андрея Белоусова, глубоко лояльного Путину чиновника и известного на самых разных постах, от администрации президента до правительства, говорит о том, что Кремль намерен вести долгую и тяжелую войну в Украине, не собирается ничего прекращать. Об этом частично свидетельствует выступление самого Андрея Белоусова на заседании Совета Федерации, который сегодня и одобрял его кандидатуру. Он рассуждал все время об экономической стороне этой войны, и, в частности, денежном довольствии военнослужащих и так далее. То есть он очень много говорил о финансово-экономической стороне дела. Ну, в этой связи становится понятно, для чего российские правоохранители недавно арестовали одного из заместителей Шойгу, который занимался всякими вопросами материального снабжения и, судя по всему, скопил действительно гигантские богатства на этом посту. То есть у Путина появился вполне себе хороший аргумент для того, чтобы убедить Шойгу уйти с этой должности. Ну, а служба безопасности Украины сообщила, что предотвратила четыре теракта в Киеве, которые были назначены, подчеркиваю, на 9 мая. Согласно сообщению СБУ, российская военная разведка, широко известная как ГРУ, готовилась установить взрывные устройства в гипермаркетах и вблизи одного из кафе. Причем были обнаружены обезврежены 15 взрывных устройств, которые были замаскированы под продукты питания. И якобы, опять же цитирую заявление СБУ, таким образом российская разведка хотела дестабилизировать ситуацию в Украине, а также послать сигнал в символический день 9 мая о якобы наличии в Киеве российского подполья. То есть СБУ утверждает, что арестовало всех фигурантов этого дела, а также непосредственных исполнителей теракта. Ну, на самом деле, конечно же, о некоем российском подполье или российских агентах, в том числе и в самих силовых структурах Украины, вполне можно говорить. Мы помним недавние аресты, которые были проведены в Украине в связи со связями украинских офицеров с российской разведкой. В России тем временем преследуют людей, которые как-то проявляют себя в антивоенном движении. И в помощи украинской армии мы переходим к нашей рубрике «Кого, где, за что». Федеральная служба безопасности России сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Госизмене» в отношении бывшего сотрудника Яндекса, который якобы переводил деньги украинской армии. Также они говорят о том, что этот человек уезжал из России, чтобы скрываться из мобилизации. И судя по тому, что они его задержали, этот человек после того, как он скрывался и переводил деньги украинской армии, вернулся в Россию. То есть, видимо, у него была какая-то в этом нужда. Так или иначе, возбудили против него дело по статье «Государственные изменения» и распространили видео, на котором он признается в том, что переводил деньги на счет украинской организации в 2022 году. Но понятно, что эти видео сейчас в России записываются повсеместно, как в пропагандистских целях, так и в целях запугивания. В общем, это такая сложившаяся практика. В свою очередь, МВД России объявила в розыск Дарью Богданову. Это довольно известный человек. Она активистка проекта «Freedom Birds for Ukraine». Это проект, в котором собирают деньги на дроны для Украины. А также она правнучка советского известного летчика Валерия Чкалова. Издание «Медиазона» обратило внимание на то, что карточка розыска Дарьи Богдановой появилась на сайте МВД. Ну и на нее доносили. В частности, профессиональный доносчик Виталий Бородин. Он на очень многих регулярно доносил. Я об этом широко объявлял. Я вот обратился в органы и так далее. Бородин донес, насколько я понимаю, на Богданову. А также потом сообщил, что против нее возбудили уголовное дело по статье о призывах к терроризму на основе как раз его доноса. Также Бородин утверждал, что Богданова выступала с антироссийскими заявлениями, собирала деньги для армии Украины и призывала нанести ядерный удар по Москве. На самом деле Богданова действительно высказывалась достаточно жестко об этой войне в смысле ее развязывания России. Она, например, говорила, что для нормализации процессов в голове москвичам не мешает услышать сирену воздушной тревоги. А также она говорила, что помогать вооруженным силам Украины не только можно, но и нужно. Ну, активистка сейчас живет в Бельгии, так что российское правосудие до нее не дотянется. Но мы знаем, опять же, эту практику заочно теперь осуждать, объявлять в розыск и, соответственно, приговаривать даже к большим срокам заключения. Этим сообщением мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное», над которым работали Алекс Григорьев, Данила Гальпирович и звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple. Его также можно слушать на канале Эхо или напрямую с сайта «Голос Америки», где это возможно. Большое вам спасибо за внимание. До завтра.